Демарш нескольких стран в ПАСЭ грозит расколом Европы, распадом ЕСа в перспективе и войной. Статья на Конте за 28 сентября 2019 года. Йоган Вайс. По словам представителя Грузии в ПАСЭ, депутата грузинского парламента от партии Европейская Грузия Георгий Канделаки, грузинская делегация в полном составе не будет принимать участие в октябрьской сессии парламентской ассамблеи Совета Европы в ПАСЭ. Окончательное решение должен подтвердить глава делегации. Кроме Грузии, аналогичным образом намерены поступить страны Трибалтики и Польши. Поводом для столь жестких и масштабных действий послужило недавнее решение ПАСЭ о возврате России всех полномочий. Против этого немедленно выступила Украина вместе с ее группой поддержки. Канделаки отметил, что страны из группы поддержки Украины готовы поддержать любое решение украинской делегации, в том числе и относительно дальнейшего Демарша ПАСЭ. В особенности Грузия, Польша и Балтийские страны смотрят на Украину. Украина может проявить инициативу и эти страны пойдут за ней. Все эти годы мы боролись в том числе и за Украину, заявил Канделаки. Фактически речь идет о бойкоте, скомпрометировавшей себя с точки зрения непримиримых организаций. Я поддерживаю этот бойкот. Я с самого начала выступал за это, невзирая на то, что в июле это голосование о восстановлении полномочий делегации России примечания редакции было не в нашу пользу. Здесь, говоря нашей, я подразумеваю шесть стран, Украину, Грузию, Балтийские страны и Польшу, которые приняли участие в Демарше против возвращения России в ПАСЭ. Тем не менее, легитимность и моральный верх на нашей стороне. Я думаю, что мы своим отсутствием поставим тех коллег, которые приняли, по нашему мнению, ошибочное решение в очень трудное положение. Надо переосмыслить, какая же модальность теперь о взаимоотношении ПАСЭ и России встанет перед ними предельно остро, сказал Канделаки. Самому не смешно? Действительно, складывающуюся ситуацию иначе как критической назвать нельзя. Любое решение, которое будет принято, очевидным образом приведет только к эскалации, грозящей из холодной дипломатической войны перерасти в горячую фазу. Если предположить, что ЕС решит удовлетворить требования, как уже назвали группу непримиримых, большой шестерки, это будет означать ни много ни мало разрыв с таким трудом начавших налаживаться отношений с Россией, к чему старая Европа совершенно не готова. В то же время, игнорирование требований младоевропейцев неизбежно вызовет рост противоречий среди стран-членов ЕС, что, учитывая проблемы с Брекзитом, а также стремлением США сделать своими главными европейскими союзниками именно Украину и Польшу, означает фактический раскол Европы. И все это на фоне надвигающегося очередного витка экономического кризиса, несколько потерявших остроту, но никуда не исчезнувших проблем с беженцами, а также нарастающих экологических, климатических проблем. Пока что не наиболее вероятным, но вполне реальным сценарием выглядит уход большой шестерки и образование ей при помощи и при поддержке Британии и США новой европейской структуры, в лучшем случае нейтральной по отношению к ЕС. Не следует забывать, что все без исключения шестерки, особенно Польша, имеют многомиллиардные претензии к России и Германии, как одной из ключевых стран ЕС. Кроме того, именно по их территории проходят основные газы и нефтепроводы России и Европы, делая последнюю крайне уязвимой для поставок энергоносителей в зимний период. Наконец, именно Украина и Польша обладают самыми многочисленными и боеспособными вооруженными силами, способными при необходимости и при активной моральной и финансовой поддержке тех же Британии и США вести действия на два фронта и на Западе и на Востоке. Похоже, что выбор Европе делать придется, и выбор этот будет нелегким. По мнению аналитиков, сейчас надо как можно внимательно следить за позицией Румынии, которая во всех без исключения конфликтах изначально примыкала к той стороне, которая в итоге проигрывала. Как только Румыния определится, исход противостояния будет предопределен, а все его противостояния, примечания и редакции, участники получат мощный сигнал, крайне ценный для тех, кто понимает. Йоган Вайс Демарш нескольких стран в пассе грозит расколом Европы, распадом ЕСа в перспективе и войной. Продолжение следует...